Здравствуйте. Меня зовут Рустам и я хочу сегодня вам рассказать про командную строку. Прежде чем, ну, до начала, пару слов обо мне. Я живу, работаю в Норвегии. Я лидер норвежского Java User Group. И также вот сейчас вот недавно стал лидером Java Zone конференции в Осло, Норвегии. Большая такая конференция. Не знаю, кто слышал? А, ну вот, слышали. Очень хорошо. Очень часто я езжу по конференциям, делаю доклады и все такое. Но в основном есть одно но. В основном я это делаю доклады либо на английском, либо на норвежском. Сегодня меня попросили организаторы, говорят, можешь по-русски? Я говорю, ну, попробую. Так что сегодня первый раз. Сильно не бейте, ладно? Так вот, командная строка. Командная строка это такая хорошая штука, которую очень много людей когда-то использовали, когда-то чего-то пробовали, но очень часто она очень многих пугает. Либо же люди просто забывают про нее, либо там путаются, либо еще чего-то делают. Я вот сделал такой доклад, который на самом деле это список моих, ну, мой такой чит-шит, в котором разные команды, которые мне самому помогали очень много работать с разными вещами. То есть я работал очень много как и девелопер и сидел, значит, отвечал за разные системы и все такое. Это очень часто мне помогали эти команды. Я сделал этот список, потом, значит, решил поделиться с народом. Народу это понравилось, поэтому я эту презентацию уже делал несколько раз в разных местах. Так вот, командная строка. Ну вот, я постарался как бы показать вам, сколько я времени буду использовать. То есть вот эти вот каждые вот части этого кружочка, они, ну, соответствуют приблизительно времени, которое я потрачу вот на каждую часть. Начинаем мы с, ну, вот, history, с истории. Потом уже пойдем на разные такие веселости, которые нам могут помочь чем-то. Там, aliases, expansions, shorthands, вот эти все такие дела. Потом, значит, все это мы вместе соберем в одну, ну, будем собирать интересные команды из этого всего, чего мы научились. И потом посмотрим, как это на самом деле, то есть в настоящей жизни, как бы, да, какие команды мне очень помогли, когда. А начинать я обычно люблю с вот этого комикса. Кто видел? Много кто, наверное, видел, да? Да, вот, видели. Те, кто не видели, читайте, наслаждайтесь. А те, кто играли с командной строкой, знаете, как это, ну, улучшить можно? Так, одна рука. Одна. Ну, так вот, вот так вот можно. И вот такие вот вещи я хочу вам начать вот с этого, то есть показать вам такие вот веселости. Если у вас с собой есть компьютеры, то есть там Windows, Linux, Mac, можно просто, значит, взять, открыть командную строку и играться. Единственное, что на Mac, в стандартной командной строке, там очень-очень старый баш. То есть там могут какие-то команды, могут иногда чего-то, он будет жаловаться, потому что они не обновляют их. Если вы установили там Core Utils и, ну, с brew, то вполне возможно, что это все пройдет у вас хорошо. Так вот, история. И, кстати, еще презентация у меня, у меня всего там, по-моему, 5-6 слайдов, а в основном я буду, значит, показывать вам вещи live. Это очень весело. Первый раз презентация на другом языке. И еще, значит, это все live. What can possibly go wrong, right? Вы видите? Видно все, да? Ну, все очень хорошо. Значит так, history. Ну вот, уже начинаем. Весело. Так вот, history – это такая штука, которая, она встроена, значит, в основном во все shellы. То есть это вот у меня, например, Bash, там есть разные еще другие shellы, есть Windows, например, там PowerShell или еще какие-то. У всех почти есть history в каком-то там виде. Очень часто можно посмотреть все, что когда-то исполнялось на этой командной строке. Будет написано здесь. Формат очень легкий такой, значит, бегущий номер. То есть, да, просто он увеличивается на один каждый раз, на каждую строчку. И команда, которую, значит, исполняли. Довольно-таки интересная штука, но очень неудобная. То есть она там, ну, она там есть, ну, а что-то искать там, это все, это целое дело. На самом деле искать очень легко. Например, ну, такая вот мелочь, которую довольно-таки все знают, я так думаю. Ну, вот Ctrl-R. Если вот нажать на Ctrl и буквы R, то тогда уже можно искать, например, что-то. Например, вот начинаешь писать что-то, и он, значит, идет с самого конца этого файла наверх и, значит, и будет подниматься и искать ближайшее, значит, ну, что похоже, что совпадает с тем, что ты пишешь. Вот. И, значит, если ты еще раз нажимаешь на эту строку, на командар, и он, значит, будет дальше подниматься наверх. О, кстати, Rm, да. Это у меня такое хорошее… Я когда начал работать, мне дали хороший очень юзернейм. Видите, какой, да? Я его оставил. Мне он очень понравился. Я очень часто подписываю имейлы такие, пишу Rm-Rf. Смотрю, кто среагирует. Так вот, history. Ну, вот обычно это посмотрели, да, как искать, как чего делать, чего-то такое. Ну, вот, например, если… То, что вот с восклицательными знаками эту штуку. Например, ну, вот если мы напишем… Ну, вот что-то такое, что требует суду, да. Ну, он скажет, такого нету, ну, можно написать суду и потом начать это все писать, а нам это неохота, мы ленивые люди, правильно? Вот. И он сразу, значит, спрашивает, говорит, давай пароль. Потому что он взял предыдущую команду, добавил суду, потом эту команду, и все получилось очень хорошо. Но на этом еще все дело не останавливается, потому что еще есть такие вещи, что вот, например, можно написать восклицательный знак и написать там, например, CD, CD, да, change directory. И он, значит, опять будет искать с самого низа и первое, первое попавшееся, значит, все, что попадется, значит, первое, с самого конца файла. И он, значит, это будет исполнять. То есть, вот, например, я себя так сделаю. Значит, последняя команда была, ну, CD, точка, точка. Или же, например, да, точно так же с этим control-r. Вот я сейчас поменял, да, сейчас другая, как и последняя команда CD. Если я сейчас напишу опять. Так. А почему так? Сейчас посмотрим. Вот она. Может быть. Нет, все правильно. Относительно, кстати, это тоже такая штука в зависимости от Shell. Он относительно того, где я был в истории, получается. Он ищет поэтому, получается так. Ну, все понятно. Что-то новое сам тоже нашел. Еще что есть? А, еще есть вот такая штука. Вот, например, можно написать. А, кстати, еще. Вот, если мы сейчас в истории сейчас напишем, да, вот я же написал восклицательный знак CD, а в истории его нет. То есть, он заменяет вот эту команду, на которую он находит, и пишет ее в истории. Поэтому вместо восклицательного знака и CD написано вот это вот. Это тоже хорошо запомнить, потому что в основном он будет вот так вот делать, а потом, чтобы не искать. Можно. Сейчас поднимем. Сейчас поднимем. Ну, не так, конечно, но сейчас. Вот. Ну, как раз я вам покажу свой wallpaper. Виртуальная машина, она очень быстрая, как вы видите. О! И теперь сюда. А пока это музыкальная пауза. Так. Вот. Сейчас лучше? Все, больше не буду двигаться. С восклицательными знаками. Восклицательный знак CD, он, значит, будет пытаться запустить эту последнюю команду. А мы это очень часто не хочем. Неизвестно, какая команда. Это будет страшно, правильно, запускать. А то вдруг там еще какой-нибудь RM был. Так можно добавить вот двоеточие P, и он будет все это распечатывать. Тоже довольно-таки интересная такая штука, которая немножко сэкономит времени. Еще, значит, для этого есть еще разные... Сейчас посмотрим. Если вот так написать, что будет... Это то же самое. То есть он ищет, да? А если написать... echo, full, bar, bass... То есть у нас вот что здесь есть? У нас есть команда и еще какие-то параметры для нее. Там full, bar, bass. Чтобы распечатать эти параметры, можно, значит, использовать, например, вот такие вот штуки. Сейчас посмотрим. Доллар. Берет последний аргумент. Потом, значит, есть восклицательный знак. У нас есть еще, значит, такая вот шапочка. Он берет первый. А если чтобы все подряд, то это будет, значит, вот так и... Все три аргумента. Довольно-таки удобная штука, когда ты написал такую большую длинную команду. Например, да, вот я сейчас сидел, игрался, вам пытался найти такую интересную, веселую команду, и что-то писал. Оказалось, что sort в Mac, он совсем старый. То есть там какой-то команды не было. Вместо нее надо было использовать gsort. Так я вот, чтобы ни заново, ни переписывал, пусть я написал там кучу аргументов, все такое. А надо заменить sort на gsort. Ну вот можно, например, написать там, вместо сорта просто пишешь gsort, и вот так вот. И он, значит, все это заменит, и все это тебя запустит. Довольно-таки удобная штука. Еще что есть интересное вам показать. А, ну, кстати, можно еще добавлять... Можно еще, значит, сделать вот так, и добавить еще вот этот p, который будет распечатывать, вместо того, чтобы пытаться запустить это. Тоже довольно-таки интересная штука, очень полезная иногда бывает. Ладно. Еще что есть интересного из history. В history есть еще такая прикольная вещь, которая скоро на Mac, я не знаю, как будет работать, они вот сейчас убрали этот escape-кнопку в новом. Поэтому я вот не уверен, как это будет все сейчас работать, но есть такая штука, что можно, например, написать cd escape. И он, значит, пишет последнее, то, что он скопировал. То есть, если я скопирую вот эту штуку, escape. Нет, я неправильно сказал. Он будет скопировать последний аргумент. Кстати. Вот так вот. Ладно. А, кстати, еще есть такая интересная штука. cd, он обычно довольно-таки строгий. То есть, например, если там... Ну, например. Вот так вот. У нас есть, например, мы пишем, например, там какой-нибудь etc hostname. Ну, что у нас здесь есть? Ну, вот Maven, например. Если мы напишем такое, он скажет, такого нету. Мы напишем, например, такое, он скажет, такого нету. А если мы вот запустим вот эту штуку... Виртуальная машина, она иногда очень плохо себя ведет. И, значит, опять вот эту штуку, значит, и он будет догадываться за нас. Очень хорошая штука. Мне кто-то даже сказал, что когда-то в какой-то одной из версий Linux, она была автоматически включена по дефолту. Удобно, да? Особенно, когда удаляешь что-нибудь. Вот. Поэтому не включайте ее. Не включайте ее по дефолту. Лучше вообще не включать. Она страшная. Но она есть. Так, обратно. Еще что интересного есть. Ну, ладно. Здесь вроде... Давайте пойдем дальше. Пойдем на другие веселости. То есть, history мы посмотрели. Еще у нас есть такая штука, которая называется aliases, expansions, functions и все такие дела интересные. Вот aliases, наверное, одна из самых известных из них. Кто пользовался aliases? Да, ну вот видите. А functions? Меньше рук. Ну да, вот так вот. А expansions? Aliases. Вот. Я так и думал. Ну вот, значит, покажу я вам сейчас. Aliases – это очень хорошая вещь. Можно сделать очень много хорошего, можно сделать очень много веселого, а можно сделать очень много интересного. У меня была такая презентация некоторое время назад. Значит, я и мой знакомый, мы устроили, значит, такой fight PowerShell versus Bash. Так вот, он добрался до моего компьютера и написал небольшой aliases. Этот aliases привел к тому, что когда я писал команду cd или еще какую-нибудь, я не помню сейчас какую, обычную команду, он, значит, открывал мне в Linux, открывал, значит, BlueScreen. А сделан он очень-очень легко. Он просто скачал картинку BlueScreen и, значит, создал aliases и сказал, что когда кто будет написать вот эту вот команду, там cd, например, ты вместо того, что она сделана для того, что она должна исполнять, ты исполняй вот это. А там было написано, типа, preview.bluescreen.jpg. Очень хорошая вещь, очень удобная. Можно, например, там вот… Сейчас уже, кстати, эти войны как-то немного прекратились между там эдиторами. А я, когда учился в университете, очень часто, если я забывал закрыть свой компьютер, то у меня очень часто появлялся вот такой вот alias. И что будет? Вот. Ну, я вот с тех пор и пользуюсь в I. Я просто выйти никак не могу. Не, на самом деле я научился. Это была первая команда, которую я выучил в VI. Это было… Это выйти с восклицательным знаком. Сейчас прямо выпустите меня. Так вот. А на самом деле очень удобная штука. То есть можно, например, писать, вот, например, какие-то есть команды, например, там ls, она такая немножко неинтересная. Можно написать там ls-a, там что-то такое. Тогда будет по-другому. А вот это писать каждый раз лень. Ну, вот можно написать ls, там ll. У меня ll, правда, есть. Но можно, например, написать lll. И там ls-a. Ну и все такое. Я делал эту презентацию недавно в Риге. И мне ребята спросили, а что будет, если создать alias на alias? Я так до сих пор не отважился попробовать. Так что если кто хочет, пожалуйста. Потом расскажете, поделитесь. Вот. А, кстати, есть одна такая хорошая команда, называется type. То есть можно, например, посмотреть, что твоя команда делает. То есть, например, вот у меня type ll, он alias на вот это вот. А lll, он на что-то другое. Чтобы вот это все убрать, это все великолепное дело. То есть можно написать an alias. Три, например, этих l. А сейчас уже этой команды больше не будет. Очень удобная штука. Кстати, про ту историю, когда он блузскрин мне сделал. То, что он не знал, он не знал, что я создал такой маленький-маленький-маленький скриптик, который, значит, есть такая хорошая команда, называется iWatch. Это не часы, которые вот это, апловские, а это совсем другая штука. Это она следит за файлами. Так вот, у меня был такой маленький скриптик, который, значит, следил за bash.rc, который он изменял. И каждый раз, как он изменялся, он, значит, включал камеру на лаптопе, делал небольшую такую фотографию и посылал мне ее по имейлу. Поэтому, когда, значит, это все у нас… То есть я ему говорю, ты делал? Он говорит, не я, не я. Я говорю, ну ладно, давай сейчас посмотрим. Вот, он был. Такая хорошая фотография была. Ладно, это были Alice. Это в основном очень много кто использует и очень довольно-таки полезная штука. Есть такая вещь, как функции. То есть можно создавать… Alice – это обычная такая… Он просто тупо берет все, что написано, создает для нее другое название и, значит, использует это так. А функции, они прикольные. Функции, они могут, ну, как обычные функции программирования, они могут принимать параметры. Там можно еще использовать разные параметры и все такое. Вот, например, очень часто я люблю писать там, например, CD, там, Desktop или еще куда-нибудь. Потом смотрю, что там. Потом дальше, да, CD, еще что-то такое. Например, вот. Ну, вот, например, эту штуку. А, его нет. Ну, хорошо. Можно, например, сделать mkdir минус p. Вот, и он, значит, создает. Да, это и все. Можно, например, там, оп, там еще что-то, дальше куда-то и все такое. Но это скучно, да. Это две команды. Можно, например, создать такую небольшую функцию. Это другая функция. CDL, например, да. Мне просто, чтобы не писать, я использую свои же приемы, то есть ищу то, что я использовал раньше. Создается такая функция. Что она делает? Она берет, значит, первую команду, которая CD, берет туда, значит, запихивает первый аргумент, который функция CDL получила, доллар один, а потом, значит, она исполняет LL. Вот. То есть, если мы сейчас напишем CDL clockwise, то он, значит, зайдет дальше, в следующую папку, и, значит, исполнит LL. Очень такой примитивный и глупый пример, но на самом деле это очень удобная штука. Очень хорошая такая интересная вещь, которую можно использовать действительно очень-очень-очень сильно и хорошо. Например, другая функция, которую, может быть, вы уже заметили у меня, это такая функция, называется what to eat. Очень веселая штука, да. what to eat, вот салат, салат, нудлс, педжи рэпс, ну и так далее, да. Каждый раз он берет рандом. А что здесь происходит? Здесь происходит такая интересная штука, которая, значит, он просто берет список разных, разной еды, которую я туда написал, потом парсит ее по запятой, добавляет новые строки, сортирует, минус R это рандом, то есть он сортирует это все рандом, и потом берет первый элемент. Очень полезная штука, да. Ну вот что покушать? Ну вот пицца, все. Ладно, функция это тоже интересная штука. Есть еще такая очень хорошая вещь, которая называется expansions. Expansions это, я просто вернусь немножко, чтобы легче было, чтобы не занимало много места этот path. Кстати, эту команду видели? Очень хорошая. Еще есть такая до экспансионов, я вам покажу одну такую вещь. LS знаете, да? А что будет, если написать чуть-чуть неправильно? Кто-нибудь пробовал? Тоже хорошая вещь. Это тоже было, кстати, в университете, у нас эта штука была включена по дефолту. Первые пару раз я вздрагивал и не понимал, что произошло. Кстати, другая есть очень хорошая вещь, ну man pages, да? У этой штуки, значит, есть даже аргументы. Там можно, значит, размер указать, можно даже сделать так, чтобы он полетел. Все, полетели, да? Ну у нас такая jet тема, да? Ну есть еще куча разных таких других веселых, смешных штук, которых типа каусы и все такое. Я не знаю, у меня он установлен или нет? Нет, не установлен. Ну это тоже такого же типа там веселости. Ну вот. Так, expansions. Expansions – это такая штука, которой можно делать очень интересные вещи. Можно, например… Это очень часто я использовал, когда мне, например, надо либо создать очень много файлов, либо удалить много файлов, либо переместить. Там, например, вот сидишь с логами, да? И там логи, там, как обычно бывает, год, месяц и дата. Ну и сидишь у тебя за месяц логи. Тебе надо, например, переместить или удалить, или сжать, или еще чего-то такое сделать с логами там за первые 15 дней, да? Так вот, например, можно сделать, если мы сейчас создадим… Можно, например… Ну, touch просто делает, создает файлы, да? Например, если их не существует. Ну, можем написать типа файл .txt. Потом можно написать файл 1, потом можно написать файл 2 и все такое, да? Это неинтересно. На самом деле можно сделать намного интереснее. На самом деле можно сделать это touch файл, потом вот такие вот скобочки. И, ну, сколько сделаем? 10 сделаем. Вот. И что будет? Вон они все 10 есть. Довольно-таки веселая штука, но не для того, чтобы создавать, конечно, 100 файлов. Это неинтересно. А на самом деле, например, если там надо или сжать их, или удалить, или еще чего-то сделать, перенести куда-нибудь, например, да? А надо, например, не все, а первые 5, например, да? Ну, и вот, например, да, там файл. Ну, они исчезли. Есть еще такая, очень удобная, это используют для, например, переименовывания файлов. То есть, например, вот у меня есть файл txt. Я хочу его переименовать, например, файл 1, да? Или файл 100, например. А, да, рм не будем делать, правильно, спасибо. МВ напишем лучше. И мне как-то этот рм меня чего-то совсем пугает уже в последнее время. Я что-то его слишком много пишу. Так вот, можно так написать, да? Это так old school, то есть, как обычно нас учат. Но это неинтересно, это совсем неинтересно. Можно написать, например, вот, китайские иены, японские иены. А можно, например, написать вот так. И что будет? Вот. Этот файл, значит, заменился, то есть ничего заменилось на тысячу и все, и получилось новое название. То же самое можно это сделать, естественно, с расширениями. Например, там тысяча тексты, точка. Ну, в общем, понятно, да? Old. Теперь он уже old называется. Довольно-таки интересная штука и очень помогает ускорить разные такие скучные-скучные дела. Ладно, еще что вам показать? Покажу вам еще разные интересные команды. Есть такая очень-очень-очень хорошая команда, которую я вам показал. А, которую можно искать, например. Сейчас посмотрим. Есть такая штука, называется Апропо. Апропо, она, значит, ищет вот man, страницу я вам показывал, да? Там все описания всех команд. Вот есть у тебя какая-то команда. Ты вот знаешь, что есть что-то такое, существует, но вот я не помню, как эта команда называется, да? Можно просто написать Апропо. И, ну, вот что хочет. Ну, например, locomotive. Нету? А что это же написано про sl? Они не пишут, что это такое. Ну, animations, ладно. Давайте напишем animations. Вот. Выходит, значит, ls, esl и все остальные. Очень удобная штука, потому что она просто ищет в этих всех страницах и показывает тебе возможные варианты. То есть удобно. Find, конечно, ну, это все в основном знают, это я не буду показывать, ну, это find очень хорошая штука, очень сильная, но там миллион параметров. Там можно заблудиться просто-напросто. Особенно в man pages. Она идет, 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 идет. Это долго. Кстати, ну, это, в принципе, не командная строка, это уже Python, но можно вот запустить такой небольшой файл-шеринг-сервер. Вот сейчас он запустился. То есть, если вы знаете мой IP, вы можете зайти на порт 8000 и все содержимое папки, где я это запустил, там будет это, значит, доступно всем. Довольно-таки удобно быстренько поделиться какими-нибудь файлами. Я надеюсь, вы мой IP не знаете, так что… Ну, здесь у меня, в принципе, ничего интересного нет. Еще есть такая штука. В Linux, ну, вот всех этих Nix-овских системах, все файлы. То есть, клавиатура файл, там, сетевые все дела от файл, монитор файл. То есть, все пишется в файлы, и все читается из файлов. Поэтому программка есть такая, LSOF. Очень хорошая, очень хорошая штука, которая list open files. Правильно? Файл. Ну, в принципе, так. Ну, файл какой-то не могу удалить. Можно посмотреть, какая программа его использует. Да, это такое интересное. Но, на самом деле, это LSOF можно также использовать для того, чтобы посмотреть, какие порты открыты, какие чего, где, в сетевых делах это все смотреть. Это очень довольно-таки сильная штука. Так что, если вы про нее не слышали, услышьте. Ну, type и which, это тоже очень хорошие вещи. Они очень часто за алиэсом на друг друга. То есть, он показывает, где либо это, если это алиэс, он будет писать, что это алиэс, и для чего он алиэс. Либо же он просто показывает, где эта программа установлена. Это тоже программа, которая, ну, команда, которая мне очень помогла. У меня была проблема с Java. Нужна была специфическая, ну, особая версия, то есть, какая-то определенная. Ну, это все не устанавливалось. Вроде все устанавливалось, но на самом деле ничего не устанавливалось. То есть, все установлено, патты все прописаны правильно, все такое не запускается. Так вот, потом через какое-то время я просто зашел, написал type java, и он мне показывает совсем другую java. Дело было на Windows, и когда ты устанавливаешь java runtime, он еще записывается там в Windows, в System32, и все такое. И вот это, это, естественно, находится раньше в списке, в патты, и, ну, естественно, эту java и запускало все. И ничего не работало. После того, как я это все поудалял, это все показало, все заработало. Type – это очень хорошая вещь, поэтому. Есть, значит, такого же типа which, но он очень часто бывает за alesn на type. В Windows в Command Prompt есть такая штука, которая называется where. То же самое. Очень хорошая штука. Еще что показать интересное. Сейчас посмотрим, что у нас по программе. Вопросы какие-нибудь есть пока? Комментарии, вопросы? Я хочу тоже сделать так, чтобы это как бы пытаюсь я с вами поделиться тем, что я накопал. Если у вас какие-то есть интересные команды, если какие-то есть интересные вещи. Да, вопрос. Можно узнать, что там за симлинком, да? Да. А вот если за симлинком симлинк, там какой-нибудь which минус r существует. А вот это я не знаю, есть рекурсивный which, есть или нет. Это можно посмотреть. Ой, так. Очень красивый бэкграунд, да? Тогда еще могу пока добавить. Да. Если кто тоже полезный стикет знает. CD минус. А, это да, это хорошая вещь. CD минус и еще просто CD. Очень хорошая вещь. То есть вот Домой и назад. Да. Домой он идет, то есть домой, всегда на home. Несмотря он где был. А CD минус, он идет назад. Man type? Нету. Which? Я не знаю, есть у него рекурсивный вариант или нету. Получается, нету. А, ну не видно. А мне видно. Это классическая такая штука. Рекординг сломался. Start screen recording. Так. Сейчас видно. Рекординг сломался. Так вот. У У Уча нету никаких особых параметров. Так что я не знаю, как это будет работать. Но, в принципе, интересный вопрос. Но по-другому можно же, конечно, это, естественно, сидеть и копипестить. Да. Уча. 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 Это, ну, неинтересно, конечно. Я понимаю. Но вопрос интересный. Вопрос интересный. Ладно. У меня есть еще такое как бы дополнение. Иногда бывают команды, в которые надо прям передавать пароли какие-то, там еще что-то. Можно пробел перед командой поставить, она там в историю не записывается. Опять же, это один из H оптов. Да. баши на линусе как минимум как правило МСД есть. То есть просто пишем пробел перед командой и она не попадает в историю. Да, это тоже интересно, хорошая вещь. Действительно. Чтобы в историю не попадало. Либо же можно делать это по-другому. Это можно просто взять и написать ну это потом просто чисто брутально так зайти в а я же прямо там ну и все. Да, надо выйти тогда из шелла. Ну и на самом деле можно вот это все изменять просто в файле. Да, это тоже можно сделать. Если control-c сделать, то он не будет записывать. Тоже есть такая вещь. Но это тоже зависит от имплементации, зависит от шелла, по-моему. Это такая немножко опасное дело. Так вот, где мы? Сколько у нас времени? У нас еще есть время, да? Ну вот, полезные команды. У меня такая пингвинная тема. Полезные команды я вам в принципе довольно-таки много показал. Что еще есть интересное? Есть еще очень много в шелле разных таких комбинаций для клавиш. Там control-double-twee, который он пойдет удалить последнее слово там направо, направо, туда, начало строки, конец строки. Я это вам показывать не буду, но это есть. Найдите и используйте. Очень хорошая штука. Еще что есть интересное. Еще есть настоящие такие примеры, разные. Например, можно собирать разные команды. Это очень часто в баши, по крайней мере, работает очень хорошо. Можно собирать разные параметры вместе в одну такую строку. Получается, в этом случае, например, получаются такие нордические боги. Это чисто совпадение. Потом это все можно собирать. То есть все эти команды можно, например, когда их используешь, разные собираешь, маленькие все эти команды, можно их вместе собрать, как я это уже вам показывал с ужасно удобной фичей, которая говорит, что можно покушать. То же самое можно сделать, например, с этой штукой. То есть можно это все собрать в одну команду и он мне напишет 10 самых используемых команд в моем шеле. Это очень-очень интересно. Что сейчас выйдет? А, ну ничего, не страшно. О, RM. Я же говорю, много пишу. На седьмом месте. Так вот, ну тоже такая штука, тоже принцип просто показать вам, что это все можно собирать. То есть вот pipe, этот значок такой, вертикальная строчка, такая вертикальная полоска, она значит будет, позволяет это все output. То есть одной программы запекнуть другую и в другую и вот так вот дальше. Еще довольно-таки используемая такая штука, у меня была проблема такая, мы сидели на проекте и использовали Subversion, но это было несколько лет, ну довольно-таки уже давно, поэтому Subversion был еще такой, нормальный, то есть только появлялись там эти всякие гиты, Mercurial и все такое. А на самом деле люди ко мне спрашивали, приходили, типа говорили, что вот а какие вот баги, какие фичи зарелизены между вот этим релизом и вот этим. И приходилось сидеть ручками все играться. Это было довольно-таки неудобно, а в конце я написал такой небольшой скрипт, который выписывал лог от до, записывал это все в файл, а потом этот же файл я запускал через командную такую строку и он мне выписывал мало того, что выписывал список этих фич, так он еще и генерил мне линки на Jira, которые можно было просто скопировать сразу в email вот тебе эти файлы, вот эти фичи, мы их зарелизили. Довольно-таки удобная штука такая. Мне спасло много очень времени и здоровья как это называется, психологического здоровья такого. Вот. А есть еще такая интересная штука. Раз у нас такая тема самолетная, самолет я не нашел, но я нашел такую вот маленькую штуку. И весь прикол этого дела показать вам, что командная строка это довольно-таки веселое занятие. Через командную строку можно даже управлять дронами. Сейчас посмотрим. Ну вот, например, у нас была команда вот эта, вот эта, вот эта вот, которую мы много раз сегодня видели. Up, clockwise, counterclockwise, там, flip, что-то такое. А вот что было бы, если вот это можно было ему послать, и он бы это все исполнял? Ну вот, было бы весело, правильно? Сейчас, она длинная, я ее сейчас посмотрим, будет работать или не будет. В принципе, вот должно произойти то, что там написано. Он должен подняться, повернуться по часовой, против часовой. Так. А теперь должен прокрутиться и сесть. Вот так вот. Он, правда, высоко не поднялся, сейчас мы его поднимем выше. Так. Первый раз получилось, сейчас посмотрим второй раз, как получится. Я просто тестировал это в комнате, в отеле. Высоту пришлось немножко отрегулировать. Вот. Так вот, такие вот дела. С командной строкой, короче, можно делать очень много чего веселого, интересного и которое спасает очень много от таких скучных, скучных дел. Как, например, сидеть, кликать в субвершине и собирать линки на разные фичи. Так вот, что я хочу сегодня, чтобы вы с собой отсюда вынесли, что какой у меня месседж такой, как это сказать, для вас. Это то, что командная строка, она довольно-таки, то есть для многих, она вот это вот, как вот это вот, Unsafe mind, stay out, stay alive. А на самом деле она, надеюсь, вот сейчас уже после того, как я вам немножко показал, как это все и немножко попытался это сделать немного менее опасным, то она уже, наверное, может быть превратилась вот в такую вот штуку, которая уже не совсем страшна. Поэтому я хочу, чтобы вы просто попробовали сами, посмотрели, где вам чего и для чего нужно, использовали. например, использовали, кстати, еще одна такая история, одна из версий, то есть в Java-зоне, когда мы делаем эту конференцию, это такая довольно-таки большая конференция, это 3000 человек в Oslo на три дня, и мы все системы пишем сами, то есть все эти системы, они open source, лежат на GitHub, и все они написаны нами самим. дело в том, что бывает такая штука, что иногда системы не работают, то есть мы один год, это было где-то лет, ну много лет назад, было 5-6-7 лет назад, мы, значит, решили сделать такую штуку, ну, фидбэк-систему, то есть чтобы люди голосовали, там писали, что им нужно, что такое. Система, значит, не работала, мы решили, значит, у нас был план B, план B, это был обычный, значит, Apache без ничего, значит, на машине, на сервере, и, значит, люди, значит, и обычная форма, да, HTML-ная форма, и эта форма, значит, Gettyla, нет, Postyla, Gettyla или Postyla, Gettyla, Link, Link этого, то есть системы сзади не было, там просто было написано фидбэк, там HTML, там add чего-то такое, рейтинг равняется то-то, это, это, это. Системы сзади, которая это все принимала, не было. Это все оказывалось в логах Apache, потом мы эти логи парсили, вот, это был у нас такой план B, тоже командная строка, тоже обычный текст, огромное такое количество, значит, этих самых данных, которые мы обрабатывали потом, опять-таки через командную строку и очень хорошо все сработало, в принципе. Это было уже давно, у нас совсем другая система и у нас, кстати, еще одна очень система, которая мне очень нравится, кстати, вам расскажу. Система по фидбэку тоже, новая. Знаете, как она у нас называется? Она называется Dev0. Dev0, N-U-L-L, то есть slash dev slash 0. Она не идет туда, мы читаем эти все фидбэки, я обещаю. Ну вот. Для тех, кто не знает, Dev0 это черная дыра линукса, то есть все, что туда уходит, оно никогда не возвращается и нигде не записывается. Так вот, еще какие-нибудь есть вопросы, комментарии? Микрофон где? Где микрофон? Микрофон идет. Спасибо за доклад, слышно, да? Спасибо за доклад. Я просто тоже много с консолей постоянно работаю. Еще пару таких хентов от меня. Spell check, Shell check, Shell check, это must have, если вы пишете скрипты. Это такая утилита, либо можно на сайт зайти, там просто в окошко вставить текст и посмотреть, какие вы там, ну это типа чек стайла в Java, скажем так, или FindBugs, только для ваших Shell скриптов. О, красота. Весело ходить по разным OpenSource проектам, прогонять там скрипты и видеть, где что может отвалиться и пойти, ну и тихо делать pull request. И загляните в свой bash RC, если у вас bash, там можно много чего откомментить либо закомментить и изменить тем самым очень сильное поведение вашего Shell. Да, это очень удобная штука. Как это еще раз называлось? Shell check. Shell check. Хорошая вещь, надо будет попробовать. Еще есть какие-нибудь идеи, комментарии, типсы? Вон, рука там, рука там. Слышно? А, окей. А, ну еще компьютер можно выключить через три часа, например. Ну, удобно. Громче, можно? А я говорю, компьютер можно выключить через три часа, например, через шутдаун. Да, компьютер можно выключить через шутдаун. Еще у меня, кстати, было такое, кстати, о выключении компьютеров и веселых скриптах. У меня еще был такой маленький скрипт, назывался кукушка. Это не работает сейчас на новых компьютерах, потому что на них уже нету CD-ROM-ов. А на самом деле это была очень хорошая штука, потому что к CD-ROM там можно было послать, значит, eject, и eject с каким-то параметром он это обратно забирал. Так вот, каждый час еще со звуком, то есть там проигрывается небольшой такой вамв с куку и, значит, он выплевывает эту полочку. Тоже хорошая вещь, очень полезная. Людей пугает ночью. Еще вот здесь вопрос. Да, не вопрос. Или комментарий. Да, комментарий по поводу баши. Ну, я, например, часто пользуюсь. Я не помню уже, как именно делается, но можно, например, в любую директорию добавить список тех директорий, из которых экспандится автодополнение. Что можно сделать? Добавить какую-нибудь директорию, ну, например, где лежат проекты. Да. То есть список того, что экспандится при автодополнении. Да. Таким образом, допустим, используя CD, чтобы быстро на какой-то проект переключиться, чтобы там не идти сначала в эту директорию. это обычный ALS. Можно просто написать CD и там какой-нибудь. ALIAS, то есть с ним там приходится или переписывать, или что-то переделывать, там получается в директории каждый раз что-то новое появляется, и просто при автоэкспанде оно автоматом забирает оттуда. А, это интересная такая фича. Я такой не слышал. Если кто знает, говорите, как это называется. И второй нюанс это скорее по экспандам, то есть насколько я понимаю всю механику, то есть экспандится сама строка, запускается команда. В случае тача хорошо, что тач может несколько параметров принимать. Если бы тач принимал только один файл, естественно, оно бы не запустилось. И, например, такая типовая штука, допустим, надо мув сделать для там десяти файлов. мув по сути принимает насколько я помню только два параметра. То есть с экспандами мне в голову так ничего не пришло, кроме как в форе его запустить. Поэтому такое есть ограничение. экспанд, насколько я не проверял, если честно, только толком, но, насколько я подозреваю, экспанд больше использует это как фор, то есть как цикл. Нет. Экспанд, он просто увеличивает. А, окей, значит, ну ясно. Мне тоже еще комментарий, мне очень нравится фича programmable completion. Знаете, можно табом, который? не только на файлах, а на любые программы, там make, tab, покажет все таргеты. Ну да, это да, это такая, это хорошее, это просто, сейчас, то есть вот, например, что-то написать такое, ну, на denop. Ну, например, можно аптгет, да. Это, кстати, не все программы поддерживают, но да, есть такая, что-то. Да, можно тоже, кстати, а как писать свои? Ну да, понятно. То есть можно даже свои написать, то есть я вот сейчас просто нажимаю на tab, и он, значит, показывает мне возможные варианты, чего аптгет может принять. Это очень интересная вещь, но это очень тоже полезно использовать для аутокомплита программ, файлов, директорий, всего, и того подобного. Очень много людей, я замечаю, я думал, это такая обычная стандартная штука, что все знают, а на самом деле очень много, кто это не использует. Но это очень-очень хорошая вещь. А history еще можно сказать, что можно в history сохранять разные файлы, где не сохранять, где разные файлы. Сколько history сохраняется? Да. Эти, да, все правильно. Эти все файлы, то, что вот в history я показывал вам, они будут немножко различные, различаться от shell к shell, и они будут еще там, можно их конфигурировать, то есть можно добавлять там, когда он начнет перезаписывать, старые команды, когда он начнет удалять их, там все такое, это да, это тоже такая штука есть. Ну вот. А так, если что, пишите, радуйте, будем рады. Спасибо.